Приветствую в небольшом экскурсии по ActiveSky 2016 для Prepar3D версии 4 лицензия и ActiveSky CloudArt тоже лицензия. Переходим на официальный сайт в раздел Downloads, выбираем для версии 4. Мне нужна полная версия. Скачиваем. Чтобы скачать ActiveSky CloudArt, они ввели защиту, видимо. Здесь есть только апдейт, который мы тоже скачиваем, а также идем на официальный сайт sim-маркета или где вы покупали. Итак, вот у нас скачался ActiveSky 2016. Запускаем сначала установку ActiveSky, а потом ActiveSky CloudArt. Я предпочитаю ставить его на тот же диск, где у меня находится Prepar3D, но не в корневую директорию. После установки ActiveSky 16 у нас появился в веб-компаньон, который будет доступен после запуска симулятора и ActiveSky 16. Разрешаем доступ. Здесь нужно ввести ключ. Сейчас я его введу. После ввода ключа появляется такая надпись. Мы соглашаемся с установкой дополнительного компонента в директорию Prepar3D, который позволит нам иметь погодный радар на самолетах типа 737 по МДГ, коронный звук, загрузка новостей, штормов и знаменитых, ну не знаменитых, а популярных метаров. Предлагаю быстренько пробежаться по настройкам. Донлоуд интервал 15 минут меня в принципе устраивает. Донлоуд он, а пролочь не ставлю. Сендимидиатус юстин трей отправлять в системный трей. То есть запустили, он у вас пропал, все, он вам не мешает, погода у вас обновилась. Симуляторный флайт план нафиг не нужен. Директория правильная, директория другая тоже верная. Это дефолтная, все окей. Здесь все окей. Вот, вот эту настройку ставим, чтобы в районе, где вы сейчас находитесь, облака резко не изменялись, не прыгали, не менялись и так далее. Здесь все окей. Максимальное количество облаков ставим 20, это такая фишка. Чем больше слоев, тем меньше фпс здесь написано, но на самом деле это не так. У меня при 5 слоях было меньше фпс, чем при 20. Максимум клауд турбулент, турбулент оставляем, айсинг естественно. А это обязательно ставим. Минимум клауд дро дистанц, я ставлю всегда на 60. Максимум клауд дро дистанц я ставлю на 80. Больше, увы, система не позволяет. Вставляем. Лоу клауд офсет я ставлю 250. Не помню, это какая-то штучка, которая делает то ли облака больше, то ли еще что-то в общем с ними. Мульти, там эти грозовые облака тоже ставим. Клауд моушен эффекта обязательно ставим. Максимум сюфайс винт, 100 меня устраивает, вырма мы летать не будем. Турбулент оставляем. Скейл. Ну здесь на самом деле я рекомендую оставить 70, либо по фану поставить 100. Ну трясти тогда будет, ой-ой-ой как. Виншея, естественно 100. Максимум, почему бы и нет. Это нам не надо. Это тоже ничего не отключаем. Вот этот пункт смотрите сами. Если его поставить, то турбулентность о некоторых самолетах будет вырубать автопилот. Я не ставлю. Здесь вставляем все как есть. Хотя можно на соточку поставить. Это восходящие и нисходящие потоки. Почему бы и нет. Потому что вот здесь у нас будет лимитировано тысячами футов, тысяча футов в минуту в общем. И вот рандомные ямы, грубо говоря, 25%. По дефолту оставляем. Дальше. Минимум серфейс визибилити 0. Максимум серфейс визибилити здесь стоит 75. Но я рекомендую ставить либо 101, либо 100. Потому что если ставим меньше, то появляется дымка от ActiveSky. А не вот синеватый эффект от PTA. Поэтому вот так вот. Максимум аппо визибилити здесь ставим на 200. InCloud Visibility Reduction обязательно вставляем. Вот это интересный новый твик. Увеличивает видимость горизонтальную на земле или на малых высотах. Негативные значения уменьшают видимость. Позитивные значения увеличивают. Используйте с осторожностью. Может изменить реальную погоду. Естественно, нам не надо. А это на высоких, выше вообще, чем FlightLevel 240. Изменяет то же самое. Интересный твик ввели. Не знаю зачем, но пусть будет. Ладно. Вот я думаю, еще надо максимум аппо визибилити ее уменьшить. Хотя нет. Скорее всего мы этот твик будем делать через PTA. Здесь ничего не трогаем. Стартап саунд, естественно, убираем. Остальное все оставляем. И здесь я вот FlightPlanWarning снимаю, чтобы он не мешал. И все. В принципе, это все основные настройки. Они не сильно отличаются от дефолтных и так далее. XGaugi это можно установить погодный радар в любой крафт. Остальное нас не интересует. Только потом обновим iRack и все. LivePesa проверяем. Где VXControl. Здесь можно загрузить историческую погоду. Например, вараган Ирма. Conditioned. Текущее состояние погоды. FlightPlan никогда не пользуюсь. Так же, как и брифинг. И вот сценарии. Никаких сценарий так и не добавили. Вот как программа релизнулась. Было пару сценариев. Так и осталось. Во время загрузки мне Аксивскай посоветовал поставить вот такое значение. Окей. Вот. Сейчас как-то вот так. На карте. На карте, на карте. Где мы тут на карте? Вот мы на карте. И можно посмотреть погоду в округе. Как она выглядит. Облака стоят Rex. Как-то вот так это все выглядит в симуляторе. Посмотрим, что будет с Активскай Клауд Артом. И, кстати, я хочу еще прибавить настройки погоды. Потому что 60 это слишком близко. 80. И так же в Активскайе. 60 рекомендую тем, у кого совсем беда с фпс. Просто привык то, что его обычно не хватает. Поэтому вот так и ставил. А так 75, я думаю, будет идеально. 75, дефис. 90. Самое то. Активскай Клауд Арт. Мы скачали установочник. Мы скачали HD контент. И мы скачали апдейт. Начинаем с главного. Это установочник. Потом устанавливаю HD контент. И только потом все это обновлю. Next. Next. Здесь выбираем диск, на котором FSx. И папочка создается. В принципе, вот так. Все быстро и легко. Не заходим. Устанавливаем сверху HD контент. На самом деле он нужен только для того, чтобы 4096 облака у нас были. Я, может быть, буду их использовать. Может быть, не буду. Для них, по крайней мере, надо железо иметь очень хорошее. Но, тем не менее, всегда ставлю, чтобы было про запас. И теперь просто обновляем. Странно, что они убрали с официального сайта загрузку. Все обновили. Вот у нас появился ярлык. Запускаем его. Лицензия активировалась. Онлайн регистрация. Обновление. Новости. Добро пожаловать. Ну, в общем, все понятно. Здесь можно ставить отдельные сеты, уже готовые. Я предпочитаю Global Automatic. Нет, текстур Max Load мы менять не будем. Sky Color я убираю. Здесь ужасные, если честно. Ужасные текстуры неба. Я лучше свои вставлю. Остальное все вставляем. Выбираем здесь баланс. Full Dynamic Overcast я обычно ставлю на минимум. Потому что, когда полное покрытие облаками, то это очень сильно бьет по FPS. Клауд текстуры я пока поставлю 512. А Cirrus это верхняя блока 1024. Сохраню и применю. В будущем, если будут свободные FPS, то, естественно, можно будет прибавить. А так, я использовал эти же настройки в версии 3. И здесь же их использую. Нашел я интересный сет для ActiveSky Cloud Art от Мармедова Геннадия. Ссылку, естественно, я оставлю на него в описании. Что мы имеем? Мы имеем папочку для ActiveSky Cloud Art. Заходим, куда устанавливали ActiveSky Cloud Art. Data. Sky Color. И все вот это перекидываем сюда. Дальше нам надо каким-то образом это все активировать. Если честно, я сам еще разбираюсь в этом. Так что предлагаю заняться всем этим вместе. Settings. Там галочку Sky Color я поставил до этого уже. Вот. Antarctic. Geo Priorities. High Latitude. Snow. Apply Changes. Смотрим, чтобы на дефолтных не было никаких приоритетов. Mid-Latitude. Mid-Latitude. Fairweather. Lockheys. Apply. Clear. Fairweather. Совок. Mid-Latitude. High-Latitude. Latitude. Cold. High Latitude. Mid-Latitude. Snow. Storm. Rain. Крайон. Mid-Latitude. Low-Latitude. Совок. Windy. Hawk Haste. Я рандомно ставлю. Чтоб главное просто были эти сеты неба и они менялись. Потому что они все идеально красивые. В отличие вот от этого ужаса. Вот смотрите. Ну здесь конечно показаны другие скриншоты без настроек ПТА. Но тем не менее. Вот рандомно тыкаем. Применяем. Джунгл. Low-Latitude. Вообще прелесть. Особенно такой скриншот красивый еще получился. Kiwi. Mid-Latitude. Low-Latitude. High-Latitude. Солок. Как-нибудь так. Все заглавные буквы у сета. Fairweather. Солок. Флэх. Кейс. И винди. Это сеты, которые написаны заглавными буквами. Это сеты этого автора. Молодец, что так сделал. Так гораздо проще ориентироваться. Скаймикс. Допустим, для всех. Снова. Рейни. Сторм. Фок. Хейс. Вот так. И весна. Рейни. Фэй. Вэза. Винди. Мид. Латитюд. Ло. Латитюд. Готово. Я думаю, теперь предпочтения применились. Давайте проверим дефолтные. Все дефолтные вот эти цвета неба. Чтоб они у нас нигде не появлялись. Уберем их вообще от появления. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Apply. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Apply. Обязательно убираем. Нам они не нужны. Они некрасивые. Главное, делайте это все внимательно и аккуратно. Чтоб не пропустить ни одного сета неба. И не оставить ни одной галочки. Все установлено. В принципе. Далее. Save and Apply. В Global Automatic. Все готово. Закрываем ActiveSky Cloud Art. Вот такие сеты для неба. Субтитры создавал DimaTorzok